Столичных гостей с горным и барабаном встречала пионерская дружина гимназии номер два, неоднократные победители конкурсов различного уровня. В работе пленума приняли участие члены взрослой палаты, руководители информационно-аналитических и научно-методических центров, аппарата Центрального совета Белорусской Республиканской Пионерской Организации. В ходе обсуждения были подведены итоги работы и поставлены задачи на 2017-й. Мы взяли за практику проведение наших заседаний коллегиальных органов, рабочих совещаний в качестве расширения географии в определенных регионах. Минская область, город Солигорск был выбран местом проведения пленума не случайно. Активное развитие детского общественного движения – определяющий фактор. Во-первых, в Солигорске есть единственный в Минской области музей истории пионерского движения. Очень много различных интересных проектов. То, что город Солигорск носит звание «Город дружественный детям» также сыграло свою роль. Ну и если говорить о делах пионеры, то мы можем сказать, что наши пионерские дружины становились неоднократными лидерами пионерских дружин в Минской области. Охват пионерским движением в Солигорском районе составляет более 10 тысяч детей. Это деятельность, где ребенок может реализовать авторский проект, проявить себя, принять участие в акциях и благотворительных мероприятиях. Юлия Крукович, учащаяся 8 класса 14 школы, вступила в ряды пионеров еще в младших классах и с тех пор активно участвует в общественной жизни. Мы участвуем в разных конкурсах, в внимательных мероприятиях. Например, сегодня мы будем проводить интерактивную игру «Радуга возможностей». У меня тот человек, который должен помогать младшим, помогать семье, который участвует в всяких мероприятиях жизни, школы. Интерактивная ярмарка идей «Радуга возможностей» – ноу-хау в пионерской среде. Мероприятие прошло в рамках панорамы опыта Минского областного совета БРПО «Лучшие идеи – лучший опыт». Совмещать приятное с полезным школьникам, конечно, понравилось. Мне очень понравилась эта игра, она была очень интересной. И также эта форма понравилась, интерактивная игра. «Радуга возможностей». Было много возможностей проявить себя. Такой интерактивный опыт гости оценили и взяли на заметку, а участники, в свою очередь, получили памятные сувениры. Важным событием стал и торжественный прием лучших октября от 14-й школы в «Пионеры». Все в добрых традициях. Напутственное слово, равнение на знамя. И пионерский девиз. «Всегда готов!» Вы видели, как вы волновались, все взрослые, поверьте, вы не меньше вас волновались, потому что такие моменты бывают только раз в жизни. Я очень надеюсь, что момент, который сегодня был с вами, это торжественное мероприятие запомнится вам на всю жизнь. Вы в будущем будете рассказывать вашим детям, внукам. И сегодня, конечно же, расскажете о таком важном событии вашим родителям. После торжественного мероприятия – подарки и селфи на память. Очень приятно, что нам оказана такая честь на уровне республики принимать таких уважаемых и дорогих гостей. Конечно, очень беспокоились, очень волновались. Но уже подведя сегодня итог наш, конечно, все настолько на одном дыхании, все настолько интересно. Изучение организации работы с октябрятами и пионерами в регионе продолжилось посещением пятой школы имени Героя Советского Союза Василия Козлова с участием ветеранов Великой Отечественной войны. В рамках второго дня участники пленума посетили восьмую Солигорскую школу и музей спорта. Познакомились с выставкой декоративно-прикладного творчества заслуженных любительских коллективов Республики Беларусь, Центра творчества детей и молодежи. Приняли участие в мастерских пионерских дел. Завершилась программа пленума концертом с участием пионеров лучших дружин Минской области.